Всем привет! Меня зовут Катя. И сегодня я покажу, как сшила такое платье по выкройке Элины Патыковой в платье Бабочка. Субтитры сделал DimaTorzok Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат. И если все верно, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте ее рассмотрим. Она состоит. Деталь полочки со сгибом. Деталь спинки состоит из двух деталей. Есть границы метки разреза и граница шва. Детали обтачки. Обтачка спинки состоит из двух деталей. Каждую из которых нужно проклеить дублерином. Обтачка переда дана со сгибом. Ее также нужно проклеить клеевой. Детали рукава крылышка. Нужно раскрыть две детали. Есть данные о сборке. Юбка платья состоит из ярусов. Верхний, средний и нижний. Каждый ярус со сгибом. И каждой детали нужно раскрыть две штуки. У каждой детали есть данные о сборке. Шить буду из штапеля. Его нужно обязательно продекодировать, постирать и отутюжить с паром. Итак, после декотировки и раскроя у нас должно получиться две детали нижнего яруса со сгибом. Две детали среднего яруса со сгибом. Две детали верхнего яруса со сгибом. Деталь полочки со сгибом. Я буду шить с секретом для кормления. Поэтому низ я проклеила дублерином. Две детали спинки в зеркальном отражении. Две детали рукава крылышка. Детали обтачки переда и спинки. Каждую из обтачек я проклеила дублерином. Для работы нам понадобится две потайные молнии. Короткие я не нашла в цвет, поэтому взяла длинные. Это если вы хотите шить с секретом для кормления. Нитки в тон ткани. Иглы универсальные. Небольшая пуговица. Начнем с обтачки. Соедините плечевые срезы обтачек лицом к лицу. И скалите булавками. Стачайте на швейной машине. А далее обработайте на оверлоке. На оверлоке стачиваем трехниточным обмёточным швом. Сразу можно обработать нижний срез обтачек одной строчкой на оверлоке. Сейчас обработайте на оверлоке срезы разреза. Низ у детали полочки нужно обработать на оверлоке. А у детали спинки обработайте на оверлоке центральные срезы. Приступим к сборке верха. Соедините плечевые срезы деталей спинки и деталей полочки. Скалите булавками. Стачайте на швейной машине. Далее обработайте на оверлоке. Строчку прокладывайте на расстояние припуска. Припуск равен 1 см. Обметайте на оверлоке. Плечевые швы деталей верха и обтачки нужно отутюжить и заутюжить в разные стороны, чтобы они были в шахматном порядке. Далее соедините срезы горловины деталей обтачек и деталей верха. Скалите все булавками. После того, как скололи, можете сметать или сразу сточать на швейной машине. После того, как проложили строчку, надсеките припуски плечевых швов. Далее сделайте рассечки горловины по всему периметру. После того, как сделали рассечки, я советую отутюжить и заутюжить припуск на обтачку. Так нам будет удобнее прокладывать строчку. Проложите ее на швейной машине на расстоянии 2 мм от шва. Все тщательно отутюжьте и приутюжьте. Сейчас подготовим петельку. Возьмите небольшой отрез ткани, сложите пополам и скалите булавками. Проложите строчку на швейной машине. Длинную петельку не делайте. Измеряйте ее по пуговке. Далее надсеките припуски и выверните петельку. Петельку. Продолжение следует... Продолжение следует... Петельку приутежьте, сверните ее и приколите к детали спинки лицом к лицу. Сколите булавкой. Обязательно проверьте пуговкой, чтобы пуговица проходила немного с трудом. Когда определились с размером петельки, накройте ее сверху обтачкой и сколите булавками. С бумажной выкройки нужно будет перенести метку, до которой нам нужно стачать на швейной машине. Вторую сторону также накройте обтачкой, сколите булавками и стачайте на швейной машине до аналогичной метки. Как проложили строчку, выверните на лицо и еще раз проверьте пуговкой. Чтобы она проходила немного с трудом. И только после этого отсеките лишние хвостики петельки. И обязательно надсеките углы обтачки. Обтачку выверните на лицо и хорошо отутюжьте. Теперь будем стачивать центральный срез спинки, соедините его лицом к лицу и сколите булавками. Для удобства разверните концы обтачки на саму обтачку и сколите булавками, ведь строчку нужно проложить строго до начала строчки. Разверните обтачку и сложите ее лицом к лицу, стачайте до начала строчки на швейной машине. Отрежьте сразу ненужной ниточки, разверните верх на лицо и проверьте свою работу. Теперь нужно будет тщательно отутюжить. После того, как все отутюжили, будем приступать к секретам для кормления. Если вы не хотите шить секретами, шейте по принципу спинки. От боковых швов отступите 2 см. Сантиметр припуска и сантиметр для начала молнии. Поставьте метку. От этой метки отложите 19 см. Поставьте метку. То же самое сделайте и с другой стороной. Вот сюда мы будем притачивать потайные молнии. Возьмите первую молнию, расстегните ее и приколите к метке лицом к лицу. Надо, чтобы стопор молнии заканчивался на метке. Скалите все булавками до следующей метки. Возьмите вторую молнию и приколите ее, аналогично как первую. Сточайте на швейной машине при помощи лапки для потайной молнии. Перед тем, как опустить лапку, поставьте иглу в проем между тесьмой молнии и между ее зубцами. Далее лапку опустите и начните строчку. Обязательно поставьте закрепки. Притачайте также и вторую сторону. Застегните молнии и проверьте, чтобы она застегивалась и чтобы ее было максимально не видно. Теперь возьмите одну из деталей верхнего яруса юбки и обработайте ее верхний срез на оверлоке. У этого яруса нужно будет проложить две параллельные строчки для того, чтобы собрать сборку. На своей швейной машине поставьте длину стежка на максимум. Закрепки не ставьте. Напомню, что на каждой бумажной выкройке ярусов есть данные, до скольки нужно сделать сборку. Вытащите две нити и начните стягивать до нужной длины. Когда стянули, хвостики нитей завяжите в узелки и расформируйте сборку по всему периметру равномерно. Верхний ярус переда готов! Сейчас перенесите метки начала и конца молнии на вторую сторону. Также перенесите метки начала молнии на юбку. Теперь расстегните молнию и приколите ее к верхнему ярусу юбки лицом к лицу, соблюдая метки. Тоже самое сделайте и со второй молнией. Когда все скололи, проверьте это расстояние между молниями, чтобы все было ровно и нигде ничего не топорчилось. Также разверните на лицо и проверьте. Далее расстегните молнии и источайте на швейной машине при помощи лапки для притачивания потайной молнии. После того, как притачали обе стороны молнии, соедините свободные срезы полочки и юбки. Сколите булавками. Все хорошо проверьте, потому что строчку нужно проложить строго до начала строчки притачивания молнии. С одной и со второй стороны и также посередине. Продолжение следует... Расстояние посередине советую стачивать со стороны складок. Посмотрите, какая красота получается. Наши секреты остались в секрете. Теперь давайте обработаем рукава крылышки. Их я подогну вдвое и стачаю на швейной машине максимально близко к краю, чтобы подворот у нас был очень маленький. Если вам будет сложно или вы шьете такое впервые, я советую сколоть все булавками и сметать и только потом прокладывать строчку. После того, как обработала рукава, я собрала все ярусы юбки. Аналогично, как я собирала первый верхний ярус полочки, только без оверлока. Что у меня получилось? Верхний ярус спинки, два центральных яруса и два нижних яруса. И точно так же я собрала рукава крылышки. Собирала их, ориентируясь по бумажным выкройкам. На каждой выкройке есть цифра, до скольки нужно собрать сборку. Я проложила две параллельные строчки, стянула и оформила до нужной длины. Сейчас будем втачивать рукав крылышка. Соедините эту деталь с проймой изделия, сколите все булавками. Продолжение следует... Сразу можете приколоть и второе крылышко и проложить строчку на швейной машине. При стачивании поправляйте складки. Также проверяйте снизу, чтобы не захватить ничего ненужного. А сейчас эти срезы обработайте на оверлоке. После того, как втачали оба крылышка, проложите строчку на швейной машине. Тем самым вы притачаете шов крылышка и изделие к изделию. Прокладывайте строчку на расстоянии 1-2 мм от шва. Когда оба крылышка готовы, перейдем к обработке спинки. Кстати, чуть не забыла показать. Я отрезала лишние концы молнии и зафиксировала концы эти вручную. А вот теперь переходим к спинке. Соедините детали спинки и детали верхнего яруса юбки лицом к лицу. Скалите булавками. Смотрите. Давайте сразу соединим все ярусы, чтобы разом их стачать и обработать. Что получается? Верхний срез второго яруса, который со сборкой, нужно соединить с нижним срезом верхнего яруса. А нижний срез центрального яруса нужно соединить с верхним срезом нижнего яруса. Все скалите булавками. Стачайте на швейной машине. Когда все ярусы собраны и стачены на швейной машине, обработайте их срезы на верлоке. На верлоке обработали, теперь обработаем боковые срезы. Сложите изделие лицом к лицу и скалите боковые срезы булавками. Особое внимание уделите швам стачивания. Обязательно нужно, чтобы они все пересекались. Поэтому разведите их в разные стороны. Продолжение следует... Проложите строчку на швейной машине. А после обметайте на верлоке. Боковые швы готовы. Теперь мы переходим к обработке низа. Низ изделия я подверну вдвое на расстояние припуска. И сколю все булавками по всему периметру. После того, как скололи, можете сметать и приутюжить. Я же буду сразу стачивать на швейной машине. Мы уже подходим к завершению. Сейчас я буду пришивать пуговку. Пугови. Пугови. Используйте serum для недостатков. обтачку необходимо зафиксировать с плечевыми швами ручными стежками отутежьте изделие на готовность и наше платье готово вы только посмотрите какое оно красиво легкое воздушное можно экспериментировать с разными тканями с разной текстурой это очень интересно и получится очень красиво а для кормящих мамочек это просто находка секреты и есть но их не видно ставьте хэштег платья бабочка отмечайте на своих работах всем спасибо за просмотр и всем полных катушек